МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Артик ТВ время новостей. В студии Максим Галямин. Здравствуйте. И коротко о главных темах этого выпуска. Четыре героя Российской Федерации. Это ваш личный, несомненно, подвиг. На Северном флоте наградили участников СВО. Тысячи тонн мусора. Мы считаем, но это будет в разы больше. В Мурманске подвели итоги проекта «Чистая Арктика». Тяжело ли в наше время быть веселым и находчивым? Они не хотят, но все же отпускают. Кто вышел в финал Мурманской лиги КВН? В Мурманской области продолжается благоустройство дворовых территорий. На ходе работы во время оперативного совещания сообщил Андрей Чибис. Также губернатор поблагодарил депутатов областной думы, которые оперативно приняли законопроект о дополнительной поддержке детей-сирот. Депутаты областной думы приняли законопроект, согласно которому сиротам будут выдавать сертификаты на приобретение жилья. Воспользоваться этой мерой поддержки можно будет для покупки квартиры в любом муниципалитете области. Ну а сопровождать сделки будут специалисты органов местного самоуправления. Андрей Чибис поблагодарил депутатов за то, что те оперативно приняли закон. Действовать он начнет с 2023 года. Что важно, снимаются ограничения по тому муниципалитету, где до этого проживал ребенок. То есть этот сертификат позволит получать возможность в зависимости от работы с учетом образования или потенциальной работы в любом нашем муниципалитете. Ну и для каждого муниципалитета будет ежеквартально устанавливаться стоимость одного квадратного метра жилья. Еще одна важная тема благоустройства дворов в Мурманской области. Работы уже завершены на 170 участках. Там заменили дорожное покрытие, поставили лавочки и урны, где было необходимо установили или поменяли освещение. Также продолжались работы по благоустройству общественных пространств, строительству детских и спортивных площадок. В этом году выполняются работы по благоустройству 12 общественных территорий в 10 муниципалитетах региона за счет консолидированных средств. Благоустройство общественных пространств ведется с разной степенью интенсивности. Средний показатель технической готовности на сегодняшний день составляет 84%. Отдельная тема, идущая в регионе, частичная мобилизация. Депутаты областной думы приняли ряд законопроектов, касающихся поддержки семей мобилизованных северян. Также правительство региона обеспечивает экипировкой и личными вещами, призванных на службу. Андрей Чебис обратился к сотрудникам федеральных, региональных и муниципальных ведомств и призвал их к терпеливому и доброжелательному общению с родными и близкими мобилизованных. Понятно, что уровень напряжения высокий, переживают семьи, переживают жены, матери. И, может быть, и вопросы многие часто задают. Но ни в коем случае недопустимо отмахиваться от этих вопросов. И точно недопустимо такое, знаете, равнодушие или даже хамское поведение. К сожалению, там пару сигналов таких у нас есть. И мы не потерпим такого отношения к тем родственникам, к родственникам наших ребят, которые пошли страну свою отстаивать и Родину защищать. Также обсудили, как в регионе реализуют федеральную программу «Спорт. Норма жизни». В 2022 году в нее инвестировали более 790 миллионов рублей. Из них 523 миллиона выделено из областного бюджета. На эти деньги в том числе и отремонтировали и реконструировали 7 спортивных объектов в различных муниципалитетах области. Командующий Северным флотом вручил награды участникам специальной военной операции. Награждение состоялось в военно-морском клиническом госпитале Северного флота, где военнослужащие проходят лечение. Санитарный инструктор танковой роты отдельной мотострелковой бригады «За мужество и героизм, проявленный при исполнении воинского долга, был награжден в присутствии боевых товарищей двумя государственными наградами. Знаком отличия ордена Святого Георгия, Георгиевским крестом 4-й степени, и медалью за отвагу. Еще нескольким военнослужащим были вручены медали за отвагу и медаль Суворова. Командующий Северным флотом пожелал всем скорейшего выздоровления и поблагодарил за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Во время решения задач специальной военной операции четыре офицера Северного флота удостоены звания Герой Российской Федерации. Еще более полутора тысяч североморцев награждены государственными наградами. Путин поручил ввести во всех колледжах должность советника, директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Об этом сообщается на сайте Кремля. Планируется, что это поможет создать единую воспитательную среду и вовлечь юных россиян в общественную деятельность. Доклад об исполнении этого распоряжения представят в срок до 1 сентября 2023 года. Помимо этого, глава государства поручил Кабмину и органам исполнительной власти в регионах России привести к единообразию все нормативные документы, которые регулируют патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Путин также распорядился повысить уровень знаний педагогов в сфере текущей политической повестки для соответствующей работы с детьми. Необходимые для этого мероприятия должны будут организовать правительство и организация Российское общество знания. К теме происшествия. Он попытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но допустил столкновение с легковым автомобилем. Мурманские автоинспекторы задержали водителя-рецидивиста. Исследование подтвердило, что нарушитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя автомобиля Митсубиси было составлено несколько административных материалов. Также было установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за неоднократное вождение в состоянии опьянения. И права ему еще не вернули. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Арктику сделает чистый человек. Такой слоган федерального проекта «Чистая Арктика». В Мурманске подвели итоги программы и наградили тех, кто борется за чистоту хрупкой северной природы. В рамках всероссийского проекта «Чистая Арктика» неравнодушные люди и организации трудятся над тем, чтобы северные территории стали чище. Прежде всего, от накопленных советских времен отходов. Благотворительная акция прошла в этом году во второй раз. Смысл продолжать есть. Непомерные были загрязнения. Так быстро за два года, к сожалению, теми силами, которые у нас получились, не получится. Так что будем надеяться, что все будет продолжаться. Мы столкнулись с тем, что это миллионы тонн. Посчитать сейчас это невозможно, потому что действительно завозилось очень много, и, как говорят моряки, а я сам бывший штурман и участвовал в северных завозах, как говорят моряки, что мы уходили отсюда в балласте. То есть пустыми, всегда уходили пустыми. И, конечно, бочек из-под топлива и всего остального очень много у нас здесь. В прошлом году мы больше трех тысяч тонн убрали. Сейчас, пока мы считаем, но это будет в разы больше. Разумеется, не ко всякому виду мусора допускают волонтеров. В особых случаях подключаются специалисты. Но, несмотря на малоприятную деятельность, как может показаться на первый взгляд, добровольцев хватает. И они с воодушевлением берутся за работу. Каждый же хочет, каждый понимает, что ему нужен чистый воздух, чистая вода, плодородная почва. Это касается каждого из нас. Поэтому от этого не нужно отстраняться. А наоборот, нужно идти к этому, объединяться и защищать нашу окружающую среду. Потому что это наш общий дом для всех. Во втором сезоне проекта на благо экологии трудились волонтеры из десяти субъектов, а также представители других стран. Гарсия Кая Альвара Руди приехал в Россию три года назад из Боливии. Признается, что в нашей стране достаточно чисто. Но, несмотря на это, каждый должен относиться бережно к природе и делать то, что в его силах. Мне нравится помогать людям. Убрать мусор – это наша задача. Не просто для меня, но для всех людей. Поэтому, когда есть проект, я всегда хочу, как участник, как волонтер. Хочу помогать. Я первый раз в Мурманской области. Мне очень понравилось. У вас красивые города. Прививали северные ценности иногородним участникам чистой Арктики соратники из единого волонтерского центра. Вместе ребятам удалось плодотворно поработать и в местных эко-проектах. Помимо того, что мы участвовали в экологических стандартных проектах, как уборки, как сбор мусора, очистка территорий, мы еще в этом году и привлекли взаимодействие с научным сообществом. С Кольским научным центром – это наш проект «Родники», где 10 родников вместе с корпоративными волонтерскими группами были очищены, обустроены и проверены Кольским научным центром на пользование. И взаимодействие с биофаком МГУ – это наша поездка в Дальние Зеленцы, где ученые смогли собрать материал для вывода новой бактерии, которая будет бороться с микропластиком, который засоряет на моря Северного ядовитого океана. За вклад в сбережение природного богатства нашей страны, активную позицию и усилия участников наградили почетными грамотами и тематическими сувенирами на борту первого в мире атомного ледокола «Ленин». Немало для сохранения северной природы делают и журналисты, которые обращают внимание общественности на многие проблемы. Ребята из Академии телевидения на курсе «Я журналист» не только принимают участие в съемках программ, но и узнают, как устроена редакция. Как прошел день с сотрудниками радиорекорд «Мурманск» смотрите в нашем следующем сюжете. Как, если не под музыку, начинает свой день на развлекательном радиорекорд «Мурманск». Катя Морозова и Леша Баринов проводили дневную программу «Хочу и баста» и рассказывали ребятам, как устроена работа радиоведущего. Мы можем ставить только ту музыку, которую нам присылает федеральная радиостанция. Я лично всегда думала, что тот, кто ведет вот это все, сам ставит, которую хочет своему другу. А против, захотел какой-нибудь, не знаю. Нет. Юным журналистам было интересно все. От начала профессионального пути ведущих до того, как создается сетка радиовещания. Официальная дата основания города считается 4 октября 1916 года. Тогда город получил название «Романов на Мурмане». Также девчонки и мальчишки побывали в студию, где ежедневно записываются новости для разных радиостанций. Звукорежиссер рассказал, как правильно встать, говорить в микрофон и подбадривал ребят, что хороший результат – это дело практики. Ценным опытом поделилась и главный редактор радиостанции Екатерина Богданова. Она рассказала о важных моментах в работе журналиста. Но не поленитесь в конце. Запишите стендап с этой собакой. Но обратитесь к этим полицейским. Скажите, что в конце вы хотите, чтобы собака была в кадре. Попросите у нее лапу, она вам даст лапу. Это будет круто. Теория имеет значение, но практика – это возможность быстро втянуться в процесс и постоянно работать над собой. Поэтому каждый из ребят записал интервью со своими вопросами. Здравствуйте, как вас зовут и какая у вас должность? Здравствуйте, Екатерина Богданова, главный редактор Мурманского радио «Рекорд». Скажите, пожалуйста, нравится ли вам работать на радио «Рекорд»? Да, конечно, нравится. Странно было бы устраиваться на такую творческую работу, если у тебя к ней не лежит душа. Как сегодня день? Сегодня день очень насыщенный. Мы провели с вами, с ребятами из Академии телевидения, там не меньше двух часов как минимум. Поэтому прямо сейчас, когда мы закончим с вами интервью, я очень-очень быстрым шагом побегу писать новости, иначе они не выйдут в эфир. Наш телеканал благодарит сотрудников радио «Рекорд Мурмаск» за интересную экскурсию и уделенное время. Анна Шинкаренко, Данил Клепиков и юные журналисты Академии телевидения для телеканала «Арктик ТВ». Поблагодарить нужные людей, которые проявляют заботу о бездомных животных. Речь сейчас не о зо-волонтерах, а о простых жителях Мурманска. История мурманчанки и ее собаки, которая каждый день встречает и провожает ее с работы, как раз из таких, Мария Ребенкова, о преданности и любви, которыми не всегда обладают межчеловеческие отношения. У многих людей при разговоре о дворовых собаках на ум приходят не самые приятные воспоминания. Но они просто не встречали Найду. Лохматая, с грустными глазами, отдаленно похожая на терьеров, она живет в районе улицы Марата. И сердце этого умного животного надежно приковано к одному человеку. Нелли Николаевне уже за 80. С детства она обожает животных. Особую любовь она пронесла через всю жизнь именно к собакам, которые, в свою очередь, это чувствуют и отвечают ей взаимностью. Да ты моя лапа, да ты мои глаза твои стеклянные. Хорошо, умница. Снимают. Давай, смотри сюда. Найдочка, Найдочка. Упала, да. После смерти мужа Нелли Николаевна начала заниматься металлосбором. Говорит, это неплохая прибавка к пенсии. Благодаря такому занятию она и встретила бездомную Найду. Вот она. Осталась одна, стала собирать металл. И она жила неподалеку здесь. Я там проходила каждый день с тележкой. И мы так вот с ней познакомились. Нелли Николаевна настоящий жаворонок. Ранним утром она выходит из дома на работу и Найда уже тут как тут. Встречает бабушку, радостно виляя хвостиком. Она меня встречает на крыльцо в 4 часа. Как я выхожу, так она меня встречает. Не было такого, чтобы её не было. Дальше мы идём с ней в гараж. Вот работаем. А потом она меня провожает до дома. Это можете хоть вот эту часть даже пройти. Ну и она пойдёт. Она провожает меня до дома и возвращается. Конечно, любого прохожего может растрогать привязанность собаки. Домой пора, да? Задержалась. 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 Прости меня. Сейчас пойдём домой. Нелли Николаевна пыталась забрать животное домой. Но Найда лишь один раз пересекла порог, попила молока и больше в квартиру ни в какую возвращаться не захотела. Такой уж характер. Так и живёт на улице. Курица же, курица. Давай. Ну. Вот. Вот. Всё пойдёт зарывать. Она пошла зарывать. Во многих мурманских дворах есть бездомные собаки, о которых заботятся неравнодушные жители. Но эта история немного трогательней всех остальных. КВН вновь собрал вместе любителей юмора. Полуфинал Мурманской лиги весёлых и находчивых состоялся для 10 команд из Заполяря, Москвы и Санкт-Петербурга. Как это было, расскажет Кристина Харатова. Три буквы, на которые мурманчане и гости города всегда ходят с удовольствием, это КВН. А уж полуфинал, куда попадают только лучшие команды, игра особенная. Поэтому зрительный зал был полон поклонников искромётного юмора. Ну, во-первых, это очень яркие выступления. Все команды очень смешные. Всегда подготовка замечательная. И действительно получаешь от этого искреннее удовольствие. Ну, просто невозможно не прийти. Я хожу на все игры абсолютно и всегда очень рада. Хотим отдохнуть, посмеяться, испытать радостные эмоции, особенно в наше нелёгкое время. Ну, очень нравятся команды. Я всегда получаю здесь позитивный заряд. Я всегда... Есть над чем посмеяться в наше тяжёлое время. Всегда классно, здорово, атмосфера. Деть эмоции, прекрасно. Надо всегда ходить на КВН. Всем советую. Боролись за выход в финал 10 команд. К сожалению, у многих зрителей сборная Почты России не смогла в этот раз участвовать. Поэтому сошла с дистанции. А вот остальные готовы были к большой юмористической битве. Мы попали первый раз. Вообще, ну, решили попробовать. Как наши коллеги, более старшие братья. Сборная Снежногорская, думаю, вы слышали. Вот, они у них получилось. А мы тоже думаем, да? Чем мы хуже? У нас тоже получилось. Уже в полуфинале. Да, теперь мы получили. Так как команды собираются по интересам или профессиям, то и юмор у них соответствующий. Сотрудники 35-го судоремонтного завода шутят о непростой жизни работяг. Пожарные, пробудни спасателей. Студенты о трудностях молодости. Конечно, все это разбавляется номерами на актуальные темы. Остается только гадать, как они все успевают. Довольно неплохо, что у нас есть команда, которая выступает на таком хорошем, высоком уровне. А готовимся, ну как, подходим к начальникам, объясняем, что это нужно делать. Они нехотя, но все же отпускают. Потом сами приходят и говорят, что это здорово. И на работе говорят, молодцы. Удивлять, конечно, своим нестандартным юмором в первую очередь будем стараться. То есть, ну, все-таки команда из МЧС, но при всем при этом мы стараемся немножко отойти от классических шуток про это, ну, про нашу работу, про нашу специфику. Соответственно, будем удивлять этим. Как готовились? Ну, готовились, естественно, тяжело. Все команды показали свои сильные стороны. И жюри было непросто выбрать лучших. Однако, по итогам финал прошли семь команд. Разные люди, эффект Доплера, я так больше не могу, шпроты, спасатели бывают разные, сборная за Озерска и петербуржцы великим быть. Решающая игра Мурманской лиги КВН состоится уже в декабре. А теперь про спорт. За буйки не заплывать. Зато Александровск состоялось традиционное первенство муниципалитета по плаванию. На дорожке бассейна спортивной школы полярного вышли как профессионалы, так и новички. Благодаря постоянным тренировкам Дмитрий чувствует себя в воде более чем уверенно. Два года занятий дают результат. В своей возрастной категории парень одержал уверенную победу. Соревнования эти пока муниципального уровня, но то ли еще будет. Я очень много готовился и победил. Спасибо тренеру. Поддержка преподавателя – это половина победы, уверен и Тимофей. Вот эти тренера, которые мы собрали, они самые лучшие. А кто-то впервые принял участие в таких массовых соревнованиях. Всего 130 юных пловцов полярного проверили свои силы в заплывах. От самых маленьких до самых больших охватили всех. У каждого пловца свои секреты успеха. Например, Дмитрий Камышевский за 6 лет своей спортивной карьеры понял, что помимо дыхательных и физических упражнений нужно работать и над сознанием, правильным настроем перед стартом. Я представляю какой-нибудь свой страх сзади себя. И поэтому плыву очень быстро. Я иногда слышу музыку. Такие соревнования помогают прежде всего тренерскому составу. Обратить внимание на сильные и слабые стороны пловцов, отметить талантливых ребят и определиться со спортсменами, которые войдут в команды для региональных состязаний. Артика встретилась на домашнем поле с клубом «Динамо-юниор» из Санкт-Петербурга. Матчи состоялись 15 и 16 октября в Ледовом дворце Мурманска. Игра в первый день для наших хоккеистов не задалась. А вот гости, наоборот, умело используя преимущество, забили ворота Артики аж пять шайб. Наши отметились только одной. Во второй день мурманские спортсмены постарались переломить ход игры, но этих усилий было недостаточно. Итоговый счет на табло – 1-3 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Следующие домашние матчи состоятся 26-27 октября. Соперником заполярных хоккеистов станет клуб «Брянск». А вот самая известная региональная команде по бенде только предстоит сыграть свой первый матч в сезоне. Напомним, Мурман выступает в Суперлиге. Путь к лидирующим позициям в чемпионате России хоккеисты начнут в Нижнем Новгороде, где 6 ноября сыграют против «Старта». Далее Мурман 9 ноября выступит в Ульяновске против «Полги», 16 ноября – в Архангельске «Водника», 23 ноября – в Кировске «Родины». Первый домашний матч хоккеисты сыграют с Кимеровским «Кузбассом», одним из сильнейших клубов Суперлиги, 26 ноября. Всего же в чемпионате участвуют 14 команд. На первом этапе команды проведут двухкруговой турнир, который завершится в феврале будущего года. Во вторник, 18 октября ночью температура по области составит от 0 до плюс 4 градусов, днем в Мурманске и Североморске плюс 5, ветер западный – до 9 метров в секунду дождь со снегом, в Николе плюс 4, в Манчегорске плюс 3, в Патитах и Кавдоре 2 градуса тепла, в Кандавах, Шиполярных Зорях плюс 3. Редактор субтитров А.Семкин